всем привет бродяги с вами я stalker баннерщик это stalker онлайн новый персонаж и сервер раннего доступа нахожусь я сейчас как видите да на острове бандитов опять прибежал с тунгуски вот так получилось хотел немножко повыживать там но тут нарисовались дела на гурмане прибежал сюда квесты некоторые прошел плюс появились в продаже винтари всякие да там валы я вот хочу сейчас купить поэтому продаю свд-шку еще один ствол многие stalker просили показать как будет смотреться тот же самый калаш если убрать у него прицел все знают что у такого отечественного оружия калашей а можно убирать прицел не снимая его ну по крайней мере сейчас это возможно на сервере мск спб то есть на старом персонаже это также возможно на новом но смотрится немножко не супер если честно вот смотрите вот прицел у меня на если допустим поменяю до прицел как бы им убирается но я могу целиться вот через основную мушку но сам прицел сама оптика никуда не делась она так и будет висеть на стволе что очень как видите мешает уж лучше тогда так бегать и стрелять вот в ближнем бою без оптики он принципе ствол очень хорошо точно стреляет да а так как на старом персонаж это все-таки немножко другая механика здесь чтобы что-то убрать нужно сделать модификацию только после этого можно убрать соответственно вроде как бы работает эта функция но на самом деле она не очень комфортно лучше без прицела а прицел больше загораживает вот примерно как то так вот сталкеры просили показать я показал вот теперь что еще по поводу оружие многие просили вот есть разное оружие у сталкеров т.д. и т.п. возьми потести разное оружие есть и у меня но к сожалению не все оружие до сих пор еще работает пример у меня что есть фамос есть до блок 17 мак-10 mp5 есть два вида fnfall есть и вот такая пуха есть нкг 36 см блок есть 17 desert eagle есть есть у меня еще свд который я продаю мк 12 она это оружие не экипируется на данный момент а из этого экипируется только мак-10 но пистолет и пулеметы mp5 тос а блок 17 иглов fnfall от g36 фамос 17 блок они не экипируются то есть появляется ошибка видите даже изображение нет но разработчики говорили что это временно понемножку будет оружие все исправлять так что не нужно паниковать но побегать с этим оружием пока невозможно оно есть у тебя да но побегать с ним не можешь поэтому в основном все stalker бегают это с калашами с пистолетами пулеметами со свд-шками с дробовиками и валы и винторезы они экипируются вот я сейчас некоторое оружие пытаюсь продать чтобы прикупить себе вал если повезет винторез ну что-нибудь одно или то или другое на обе пушки мне не хватит так как они стоят где-то по 85 а тысяч ладно я сейчас понемногу прохожу квест вот квесты шкурникам это у нас до шкурный интерес я все собрался что нужно осталось пять шкур собак даже не пять две три я добыл уже части мутантов вот кстати медведи шкуры очень часто выпадает а вот шкур собак редко блин странно странно ну ладно сейчас пойдем поохотимся у меня вот еще даже запасная шкура медведей есть спасибо сталкер улыбнись который мне подогнал вот это кстати оружие она у вани ада продается и подогнал много частей мутантов для прохождения квестов квесты дикой охоты я вот прошел первую стадию скоро буду проходить вторую и третью забыл волосы забрать так понемножку репутацию набиваю давайте шкуры скинем чтобы не потерять мне нужно добыть две шкуры ну и конечно же у меня с собой артефакты которые пану купил а пойду сейчас пещеру бандитов обменяю на глок 18 но в глок 18 скорее всего а тоже не будет работать но 17 не работает значит и 18 не будет работать но рано или поздно их починят и соответственно у меня будет 18 глок можно сказать пистолет пулемет положил слот пистолет а ну посмотрим у меня был 18 глок на мск сервере давным давно я покупал но мне не понравился а тем более альтернатива то есть всякие пистолеты пулеметы вот здесь хочу прикупить посмотреть может быть здесь все таки он получше будет ну когда его сделают пока ждем пока ждем следующего обновления к слову сказать раньше многие стволы вот те же самые mp5 боговные были потом их починили так что я типа чинят на по привычке иду в обход деревне белых но сейчас я могу не бояться репутация у меня пока нормально так белый чё там у нас белый браста минус 500 еще терпимо а в военных ну ка так военных 700 а вот у бандитов минуса 960 еще чуть-чуть и будет вар но минус 960 это еще не вар поэтому стараюсь квесты сейчас особо не проходить кстати сейчас бандитский квест 1 пройдем чтобы репутацию бандитов немножко поднять дам на еще к хотел показать одну фишку но забыл забыл взять с собой прицел а сейчас до бандитов дойдем там если стоит этот спонсор купим у него прицел посмотрим добавили ночной прицел он переключается такая красная подсветка получается прицела чтобы ночью удобнее был я если честно пока не пробовал а ночью не бегал но надо будет бегать посмотреть его и еду взяли спички взяли нормально ладно верлёки мне больше не нужны я пока бегал а стрелял верлёк чтобы хитиновые пластины добыть кучу насобирал этих лап два раза обменял даже уже 360 патронов этих вольфрамов ских теперь есть про запас пусть будут сейчас я бегу до бегу стрелять собак здесь у нас сами сталкеры все прекрасно знают обитает куча собак а как раз они мне и нужны шкуры мне не хватает а две шкуры всего лишь чтобы выполнить квест и получить первый ножик потом квест станет еженедельно шкур собак чуть редко выпадают будем надеяться мне повезет что-то собак мало да если здесь кур не наберу пойдем пойдем туда где собак побольше до ближайшие блин это только на гурман эти в ту сторону ладно посмотрим о тут еще собачки есть может быть и хватит на нас смотрите без прицела многие сталкеры да начали бегать с прицелом но и я не знаю может быть я так привык без прицела очень неплохо стреляет и точно и принципе он и не нужен свтшку конечно нажалка продаю я ее но денег мне не хватает чтобы купить вал хочу вал и винтарь попробовать а остальные пушки в принципе пробовал уже все а тем более здесь то денег много здесь можно и патроны без проблем покупать и тратить их тоже без проблем так ну что на собаках убили шкур нету а вот еще песик ну хотя более менее прокачал уже разделку но не по максимуму по максимуму еще пока не могу не хватает не хватает еще опыта так у меня 8 8 8 и вот где тут выживание да разделку у меня только до 75 чуть чуть не хватает еще но скоро до 9 уровень дойдем я думаю как раз хватит а вот еще один пёсик блин с одного выстрела убивается все таки привычка по ходу а набивается на ствол чем дольше с ним бегу тем точнее стреляет хоть это не показывается в информации но по ходу привычка все таки набивается понемногу блин нету шкуру а давайте посмотрим а может быть и показывается уже информация не привычка по нулям как видите не отображается она но по ощущениям чувствую что прям точно стал попадать 12 выстрел 12 выстрел и все можно кабанчиков пока а а шкур конечно не уже кабанов не нужны ох ё но про запас для следующих квестов почему бы и нет на наконец-то уже привык экипировать оружие немножко по-другому то есть как я раньше делал чтобы взять один ствол в руки я другой ствол вешал на плечо а тут же есть и быстрая экипировка то есть можно ствол основной бросить на грудь себе чтобы по он повис и быстро экипировать второй ствол к этому тоже нужно привыкнуть немного вот и более менее привык вот к примеру меня сейчас калаш в руках это основной мой ствол а второй это пистолет-пулемет допустим кончились у меня патроны раньше я вешал на плечо потом экипировал вот так вот соответственно долго все это было а сейчас просто брошу бросаешь на грудь и берешь в руки ппш вот примерно как-то так все-таки быстрее получается процесс и меньше шансов умереть так мы почти уже подходим к домику надо аккуратно быть надо вообще поставить детектор может что найдем правда у меня сейчас все забито артефактами но мы сейчас их на обмен все отдадим и будет свободно так она маля у stalker stalker на я не могу я определить с какой группировки ли это блин это не stalker издалека как такой щенка вот и stalker это отверженный доходят их тут никто не убивает медведя сегодня убил на болотах там где их вообще никогда не видел ему скучно наверно в своем аре оле обитание было и он аж на болото забрел верлек стрелял смотрю медведя думаю е-мое мишка откуда тут ну конечно заколбасил его чтобы он не скучал ну вот первый раз там вижу медведя так кабанов полно шкуры мне особо не нужны поэтому stalker здесь мало всегда можно настрелять мне сейчас надо обменять потом эти квесты проходить его отмороженный меня засек ну попробуй догони аномалия вижу опа ну кроме химических конечно тут еще электро я знаю ох ё-моё да в итоге меня догнал но не отмороженный а аномалия так печально печально почти добежал так все я включил аудио так как на остров забегал чтобы не отвлекал звук музыки пришлось выключить его вот что значит а немного поторопился все сразу сдох бегать вообще категорически не рекомендуется ну что пойдем потихоньку аир так аир это конечно хорошо вот бы корень на и аир найти идите сюда ухты сколько у вас отобьемся да то объемся конечно отстрелялся супер ну тут и умирать не страшно около острова так посмотрим столько верлек убили тут уж надо по-любому их разделать лапы конечно особо не нужны но пригодятся же а можно продавать а вдруг кто захочет из stalker в квесты проходите печально только то что слишком маленький шанс выпадения сейчас у меня но все таки сами понимаете восьмой уровень пока прокачки мало что что прокачено соответственно выпадает в основном свинец очень часто что нужное дождешься но опять свинец так не буду я разделывать только время терять а вот аир возьмем а а Так, погнали. О, а рыбки плавают. Да, решил вот так срезать, чтобы в обход не идти. Да, свободные руки, точно. Знаю, знаю, знаю. Блин, еще один Аир. Но не корень, к сожалению. Блин, еще один. Вроде тихо, вроде спокойно. Сохранимся здесь. Мало ли, какая ситуация возникнет. Опять в аномалию выляпаюсь. Блин, знал, что там электры. Но решил пробежать на дурака. Не прокатило. Она завязывает этой фигней, наверное, бегать. Вдруг повезет, вдруг нет. А идти лучше, осторожнее. Намного безопаснее. Так, ну что, о, тут кого-то убило. И не один раз. И автомобильная аптечка даже. Но аптеку у меня достаточно подбирать. Я, конечно же, их не буду. И вот я в деревне белых уже. Надо было сразу так идти. По привычке. Думаю, что у меня вар. И стараюсь обогнуть. Кстати, вот тут охранник белых ходит в маске жаба. Убить бы его. Но, к сожалению, нельзя это сделать. И рюкзак у него прикольный. Вот он. Ладно. А давайте какое-то время постоим здесь. Отдохнем. Погреемся. Зарядим магазины. И двинемся дальше. Так, ну что. Мы немножко подзарядили магазины патронами. Можно двигаться дальше. Можно по дороге еще немножко подзарядить. Особенно те, которые там прям по чуть-чуть. 19, 20. Все. Двигаемся дальше. Тут, я думаю, хватит. Давно уже был бы на месте назначение. Если бы не моя оплошность. А теперь пойдем просто по дороге. Не будем заходить на аномальные поля. Не спеша. Дорога-то тут есть. Верлека вон где аж стоит. Да, бедолагам скучно там на болотах сюда прибежали. Что там у нас впереди? Собачка. Отлично. А шкуры я так и не добыл. Хотел прикупить на доске шкуры. Думал, ну а что? Деньги-то есть. Но, к сожалению, шкур никто тут не продает. А все сталкеры шкуры продает там. На Гурмане или на вокзале вообще. Смысл там покупать. О, верливок и здесь. А мутанты прям разбрелись по всей зоне. Тут и медведя можно только так встретить. Поэтому нужно быть аккуратным. Так, а я правильно иду? Да, как раз по этой дороге я буду проходить мимо домика. Там можно будет и сохраниться. Вот, кабанчик. Ты откуда? Так, я думаю, нужно немножко подлечиться. И слегковатый. А вот и цель моя. Промежуточный домик. Но вот до сих пор еще не проверил. Есть ли тут поставщик? Мне вот интересно. Хотя тут и деньги особо цели не играют. Роли не играют. Так, что-нибудь купить, продать. Может быть, когда-нибудь буду мимо пробегать. В то время, когда должен появиться поставщик. Если повезет, узнаю. Появляется он здесь или нет. Отмороженный. Так, а сколько время? Сейчас время три. Нет. В три часа утра появляются, а не дня. Ладно. Все. Теперь можно не спеша дойти уже до пещеры бандитов. И, наконец-то, обменять восемнадцатый ГЛОК. И вдруг он будет рабочий. Ну, все же, может быть, санаторий Черный Тюльпан захватил. Ох, какая группировка. Все. Субтитры сделал DimaTorzok. Артефакта вроде не было Не видно С Тунгейка дошел, прям столько артов По дороге понасобирал Куча Ну резин, понятное дело Я так по краешку пробежался Собрал штук 7, наверное Думаю, ну и он нафиг Пошел дальше И здесь я тоже не буду особо углубляться В аномальное поле Вот когда защиту полностью ведут На всю экипировку На штаны, на те же самые перчатки, свитера ТДТП, тогда уже можно будет Подобрать экипировку, чтобы она Защищала от аномалий И уже бегать Рядом с аномалиями По аномалиям Сейчас лучше перестраховаться Так, ну вот я почти уже на месте Опа, скатимся слегка Все, точка возрождения изменена Пойдем к бандитам теперь Да, сейчас как раз выполню квест от бандитов Там, кажется, 200 репа дается Правда, у других сталкеров отнимается Ну да ладно Военные 700 Терпимо бандитов Бандиты Прям к вару приближаются А я на острове часто бываю Тем более квесты Сталкеры минус 200 О, еще терпимо Ученые 200 А, непривычно такую Репутацию выйдет По 200 По 300 Маловато, как говорится Вот я в безопасности Сталкеров тут не видно Никого нету Давайте посмотрим Где тут у нас барыга Вот он Покажи, что есть на обмен Пистолет Глок-18 Нужно 4 щита бета 2 резины гамма И 3 везувия Все это у меня есть У меня даже Больше, чем нужно Так Везувий Извлекаем Еще один везувий Еще один везувий Так 2 резины Тут можно все извлечь А здесь еще одна резина Так 2 резины 3 везувия И еще 3 щита Надо Все У меня полный фарш Как говорится Посмотрим Что из этого выйдет Да Итак У меня есть Глок-18 Модификация Error Ну да Понятно Не работает Не работает Ну ладно Пригодится на потом Можно его выставить На доску Продать Но я конечно Оставлю его для себя Будем надеяться 17 и 18 И все остальные пистолеты Починят И тогда мы уже Постреляем с них Пока Кладем его на склад К себе И пусть он лежит Ну так как он не выпадает Будем надеяться Не выпадет Мы его Оставим в рюкзачке Ладно Мокрух Давай-ка у него Убьем должника Да Квест тут есть Убить должника 200 репутаций бандитов Кажется дает Сейчас попробуем Его найти И убить Должник должен идти Вот из-за этого камня Ну из-за этой скалы По дороге Направо Ну какое-то время Придется подождать Так Если не ошибаюсь Он где-то должен Вот тут Пробегать И туда Да Теперь его нужно Дождаться Откуда он идет Непонятно Кабан 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 Ну значит он должен Здесь проходить Надо какое-то время Подождать И он появится Главное Не проморгать А вон он бежит Вон он Все Вижу Леня Банько Его кабан Решил Сожрать Не дружок Это мой чувак Есть Давайте посмотрим Что я получил Так Торговцы Торговцы Бандиты Вот на 200 Военные На 150 И вот что интересно Этот квест Не трогает Репутацию Сталкеров Да А нет Трогает На 100 Уменьшается Ну да Сталкеров уменьшается На 100 А у бандитов Увеличивается На 200 И у военных Всего на 150 То есть Нормально так Ну понятно Делаем денег Немножко Опыт Немножко И немножко Патронов Все Отлично Все что Сделал Что я хотел Сделать Я сделал Так А что теперь Оба Раз и Рескопланы Кончились Да На сегодня Я хотел Сбегать Обменять Пистолет И в принципе Все Ну как то Шустро Все это Дело Получилось А не Сходить Ли нам В пещеру К паукану Да Там конечно Мощно Я туда Один раз Ходил Зашел Меня Сожрали Там Раз Два Три А потом Подумал Ну нафиг В одного Тяжело Ну да Действительно В одного Там Тяжело Для начала Нужно Прикупить Патроны Зарядить Магазины А там Уже Решим Так Ну что Поставил Тут какое то время Заряжаю Магазины Последние Уже Решил Пройти Сегодня Квесты В принципе Начали Уже Немножку Проходить Почему бы Не продолжить Дальше Добытие Шкуры Собак По возможности Если получится Сейчас Бегаем На гурман Там Квесты Пройдем Плюс Возьмем То что мне Нужно И сбегаем К ученым Пройдем Ученым Квесты Поэтому Идем Охотиться На собак По дороге Может быть Настреляю Все таки Необходимое Количество Нужно Две шкуры Мне Всего лишь Две шкуры Чтобы пройти Квест И получить Ножик Ножик У меня Конечно Есть Охотничьи Поэтому Один ножик Можно и Продать Цены Вроде Сейчас Нехилые На доске У них На ножики Так А какие Квесты Итак Квестов У меня В принципе Тут достаточно Это Квесты Для Тунгуски Марьва Для Штопор Медицинский Спирт Тушеная Кабания Уха Посылку Забрать Особые Услуги Нет Еще рано Дикая Охота Вторая Стадия Кровавые Реки Найти Техника Вот Артефакты Можно Поискать В общем Квестов Полно Прохожу Их для того Чтобы Повысить Уровень Персонажа Чтобы Можно было Шустрее Бегать Выше Лазить Так сказать Меньше Умирать Ну и Чтобы было Возможности Что-нибудь Скрафтить Там Для себя Для всего Этого Нужен Уровень Персонажа Повыше Чем у меня Сейчас есть Ну хотя бы Там 10-12 Вот примерно Так Уже будет Неплохо А так как Сейчас действует Тройной Премиум Соответственно Прохождение Всех Квестов Дает Очень неплохой Прирост Да Е-мое Ах ты Убили Меня Вдвоем С этим С отмороженным Мы умерли Как Как Не срослось Ну ничего страшного Нету В этом Ничего Я особо Не потерял Ну нужно быть Конечно Повнимательнее Опять же Задумался Заболтался Вот пожалуйста Умер Его Ничего Умер с Не Вдвоем С Вдвоем Это Он Видели, как я ем? Сейчас покажу еще раз. Блин, а у меня жратва кончилась. Нет, нет, нет. А не кончилась. Есть еще тушенка. Я могу есть, а не вынимая... А, оглушение. Не вынимая сигарету изо рта. Сталкер с опытом. Могу еще стрелять одной рукой. И в это время скакать на правой ноге. Ну, сигарету он со рта не вынимает, потому что сигарета это всего лишь маска. Это кладется в слот маски и вот так отображается. Поэтому он ее и не вытаскивает. Это то же самое, как есть через противогаз. Блин, а вот отмороженные не очень так хорошо убиваются. Если, допустим, кабана можно с трех-четырех выстрелов убить, то вот... Отмороженные мощные какие-то. Так, давайте-ка здесь поаккуратнее будем. А ну-ка, ну-ка, вот так я могу залезть на стенку? Или слишком высоко? Да. Если бы не хватало мне сил, так бы и показалось. Типа не хватает сил. О, а здесь могу. Во. Великолепно. А можно залезть на забор и отсюда стрелять отвеженных. Ага, вот здесь меня убили. Ну, я ничего не потерял, поэтому... А, разве что крови. Крови побольше потерял. Хотя тут еще отвеженные были убиты. Не только моя кровь. Пойду здесь, по этой стороне. Тут сейчас собаки будут уже. Если добудут две шкуры, блин, конечно, в это не верится. Но вдруг... Было бы хорошо. Так, ножик 64. Скоро точить его придется уже. Да, видать, этот ножик, который я добуду по квесту, все-таки придется себе оставить. А этот продам. По дешевке. 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 Да, вот кабан убивается Просто буквально раз-два, раз-два Вот отверженный Наверное в него еще попасть надо Или может быть ему в голову лучше стрелять Так, а что я так медленно бегу? Да, а забываю, что тут три режима Можно спокойно идти, вот как я сейчас иду Можно так слегка бежать Ну а можно бежать Таким темпом Ну а по привычке Меняю оружие колесиком мыши Соответственно у меня постоянно персонаж Переходит в режим медленной ходьбы Вот такой Поэтому медленно передвигаюсь Так, ну что Тут уже должны собаки скоро появиться А где я бегу? Да, уже к деревне Белых подхожу Эх, вот сейчас бы на новую землю пойти сходить Да, там конечно холодно Но там собак полно А шкуры как там выпадают Просто милое дело Ну две шкуры я думаю здесь смогу добыть Поэтому На новую землю особо не рвусь Вон собаки вижу Ну что, пойдем поохотимся на псов О, да тут их достаточно Так, мясо Неудачно Где там еще остальные песики Блин, с одного выстрела убиваются Теперь придется за ними бегать Так, надо сначала встать ровно Чтобы Ствол был ровным Ладно, разделаем очередной песика Нету 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 шкуры И опять нету Так, и в этот раз не повезло Где тут еще один труп Да, здесь тоже пусто Еще где-то два Пса осталось там вдалеке И все Больше нету Блин, и здесь нету Печально, печально Шансов все меньше и меньше Становится Всех пострелял Один там вдалеке бегает Два Два пса Приделось на новую землю Мне, наверное, идти Или покупать шкуры Да, может быть, даже куплю Мне все равно в ту сторону бежать Вроде на доске там были Парочка Последний пес Да, и больше вроде нету Всех зачистил Свинец Не получилось добыть шкуру Пойдем на доску Посмотрим Может быть, даже сразу купим Чтобы не заморачиваться Так как по пути У меня все равно собаки Больше не встретятся Хотя, если пойти в сторону гурмана Там же Псов полно Может быть, и выбью пару шкур Даже не знаю Купить или Все-таки попробовать выбить Давайте посмотрим Может быть, все-таки кто-то еще выложил Поближе Гурмана На продажу Так, продажи Поглядим-поглядим Шкура собаки О, вокзальный Кладовщик Серега-челнок Больше нету Да, две шкуры всего лишь Мне как раз две шкуры надо Это стоит 160 тысяч Ну, деньги, конечно Это не вопрос Но это идти аж на вокзал нужно И потом к Сереге-челноку А мне все равно в ту сторону Если идти Так я лучше по дороге Постреляю Да А если уж Не добуду две шкуры Так, блин Тогда уж и куплю Так, все Цель понятна Конечно, хотелось бы Где-нибудь поближе Здесь купить Но Мало сейчас сталкеров Охотятся Еще меньше Сталкеров Все это продают Поэтому Что-то сейчас Купить Сложновато В основном Все охотятся Хотят Ну, купить Я имею ввиду Какое-нибудь Новое оружие Там Новую экипировку Больше сейчас Сталкер В принципе Ничего не интересует Так, ладно Идем туда На остров бандитов Хотя нет Зачем нам На остров бандитов Мы идем Сразу туда К ученым Да Идем к ученым И там уже С вами увидимся Ну, вот я уже Почти добежал До базы ученых Опа Не прокатило Здесь Пробежаться Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что Буч Возьмем квест Так как Медведей Шляется полно Убивай не хочу Так Ты мне ничего не дашь? Ничего А ты О, найди то Не знаю что Взял я квест Давайте посмотрим Что это за квест Что-то я не помню Так Так Четыре неизвестных Артефакта О том, что я нашел Нужный образец Будет сообщать Прибор профессора О, артефакты Это дело я люблю Верлиоки мертвы Обязательно О, и взяли еще раз Великолепно Можно посмотреть Что продает лаборант Может быть что-то новое Появилось в продаже И прикупить Конечно себе Аптек Так, не надо Антирад Не надо Ну да По квесту получил Больше ничего В принципе Мне не нужно Да, ничего нового Не продает Поэтому Двигаем отсюда Да В сторону Вокзала Наверное Пойдем для начала Вокзала Или вот Где памятник О К стадиону Что-то Сталкер Совсем начал забывать О местах Где водятся собаки Но в последнее время Я на них не охочусь Забыл Да, действительно Около стадиона Там собак Их как грязи Их никто и не стреляет Вот там я две шкуры Думаю, да буду Рано или поздно С такого количества Собак шкуры выпадут Соответственно Смогу Навернуться на болото И обменять А так как уже Мы тут рядышком Прямо находимся Может быть И медведя заодно Убьем Ну а почему бы и нет Здесь же обитает Бурый медведь Если конечно Он куда-нибудь Не убрел Далеко Далеко Посмотрим Да нет Вон стоит Бедный мишка Никто тебя не убивает Отлично Вот сразу Квеста прошел Возвращаться я Понятное дело Не буду Вот медведя Разделать нужно Так, стоп Отсюда Ближе бежать Куда Хотя без разницы Куда Пойдем через базу И что у нас Нет Шкуры в этот раз Нету Головы тоже Пойдем по аномальным полям Мне же нужно найти Какой-то неизвестный Артефакт Даже не один А несколько И я точно знаю Какие артефакты Мне нужно найти Это Два экрана Два экрана бета По квесту Я один уже нашел Где-то Где-то он здесь У меня лежал Да, вот Экран бета Конечно Можно посмотреть На доске Может быть Кто-то и продает Его Ну зачем Когда здесь Куча аномалий И очень мало Сталкеров Прям как В настоящей Аномальной зоне Не толпы Сталкеров бегают А один-два Пробежит Так, ладно Тут надо уже Быть аккуратным Пробежит 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 О, есть артефакт Эх, экран альфа Ну немножко с буквы Не угадал Экран альфа Я подбирать Хотя зачем Как это Вернее Не буду Буду Ученым потом продам А вот Кстати По квесту Да Мне же по квесту Еще нужно артефакты Подымать И кстати Вот смотрите Прибор шлемовича Найден Искомый артефакт Потерян предмет Экран альфа Великолепно Нашел по квесту Первый артефакт А вот еще один О, экран бета Как раз Который мне нужен Блин Надеюсь Он не потеряется Мне нужен Для другого квеста А вот еще один артефакт И тут экран альфа Да куда же Блин Мне нужен бета Бета подальше Вон там лежит Да Мне нужен бета Сначала О, собрал один из трех Отлично Этот артефакт Не пропал Так Ну я думаю Альфа подымать Не стоит Хотя Давайте подымем Подлечимся только От радиации Немножко С этой стороны Зайдем Тут поближе Блин Не то нажал Радиация растет Уже 700 Почти Ё-моё Сталкер Давай быстрее Надо срочно Лечиться Ну вот Нашел необходимый артефакт Часть квеста Прошел уже Я так понимаю Нужно найти Наверное Подушку Теперь Стабилизатор Какой-нибудь Щит Чтобы Шлеймович Все засчитал Да Скорее всего Так оно и есть Ух ты Вот я здесь не умру Так спускаясь Ух ты Почти умер Нифига себе Резкий спуск Офигенно резкий Так Вколем себе Ох Противоядие Так А где я вышел? Опаньки Я вон где появился А тут и собаки Как раз бегают А мне как раз Они не нужны А ну иди сюда Да Может быть я Насобираю Необходимое количество Не дойдя Даже до стадиона Еще немножко От радиации Да Стреляют Где-то вдалеке Так Тут шкур нету Идем дальше И тут шкуры нету Блин Неужели придется покупать? Деньги конечно не жалко Хохота самому добыть Две шкуры 160 тысяч Да нет Жалко Жаба немножко душит А за две шкуры Отдавать 160 тысяч Если честно Слишком Да е-мое Я никак в собаку не попаду О, погода немножко изменилась Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, а вот здесь без опаски Обыскивать можно Великолепно Нету шкуры Ладно Идем охотиться Впереди нас ждут Куча собак Но я так думаю Лучше поставить ППШ Да, для собачек Самое то Эффект облучения У меня пока еще действует Так, моя цель Это две шкуры Две шкуры собаки Ну хотя бы Минимум одна Так как я знаю У Сереги челнока Продается Одна шкура Сейчас посмотрим Не понял Где все Ага Вы куда Оделись Они все на месте Походу Кто-то уже Пострелял их Да, как-то маловато Маловато будет Я смотрю Сталкер там стоит Хотя нет Просто бывает Их действительно Тут дофига Когда прям К памятнику подходишь Они прям Толпы выскакивают Сейчас что-то поменьше Ладно Я так думаю Мне хватит все-таки Только вот когда Выпадет шкура Неизвестно А время уже Темнеет Темнеет Скоро Станет Ночь Время уже Восемь Девять Вон впереди Там их Нормально Свинец Так Двигаемся дальше Двигаемся дальше Ох Ё-моё Неворь У меня начал Перезаряжаться Да ё-моё Где шкуры Толпы выскакивают После себя оставляют не трупы, но почему-то шкура не выпадает. Ну, нет. И в этот раз нет. Собака еще впереди, да, достаточно. Мне хватит, я думаю. Но вот выпадали бы шкуры, было бы еще лучше. Ну, нет. Опять пусто. Опять пусто. Так, еще три собачки. Ну-ка, ну-ка. Посмотрим. Свинец. Свинец. Даже головы перестали выпадать. Нет, голова есть. Но без шкуры. Собак становится все меньше и меньше. Шанс получить шкуру еще меньше. Блин. Ну, наконец-то. Фух, сколько я их убил. Ну, штук двадцать точно. Так, одна шкура у меня выпала. Можно, конечно, пострелять. Вдруг повезет, выпадет еще одна. Бывает такое. То нет, нет, потом бац, сразу. Ну, а можно идти на гурман. Там, я знаю, продается одна шкура. Одну купить. Одна у меня есть. И у меня будет полный комплект из пяти шкур. Я так, наверное, и поступлю. А, так как неизвестно, когда выпадет очередная шкура. Ну да. Может быть, мне придется еще штук тридцать убить. Хватит с меня на сегодня собачек. Вон, впереди еще псы. Так, ладно, тут не будем залазить. Смысла особого нету. Так. Ну вот, мы сейчас еще этих облутаем. И вполне возможно, повезет. Так. О, еще одна шкура. Вот, наконец-то. Да. А, чтобы добыть вот одну шкуру, пришлось дофига собак убить. А вот, чтобы добыть еще одну, не так уж много. Да, рандом. Рандом великий и ужасный. В итоге, я добыл необходимое количество шкур. Теперь нужно их безопасно донести до острова бандитов и завершить этот квест. Ну, а перед тем, как пойти на остров бандитов, мы заглянем на гурман. На гурмане меня, там, надо забрать волосы леших. Забыл, я забыл, что волосы леших по квесту. И, соответственно, не взял их. Придется теперь вернуться. Блин, впереди собак. Немерено. Ох, ее как бы не издохнули. Быстрее, сталкер. Ах ты. Да, тут я уже не справился. Но радует то, что и я не потерял. Во-первых, ничего. Во-вторых, тут недалеко. Безопаска. И раз уж так все сложилось, я там почти всех собак пострелял. Я так думаю, нужно их... Да, их нужно все разделать, а вдруг выпадет еще одна шкура. Я лучше ее приберегу, но потом... Или так же застольник выставлю на продажу. А почему бы нет? Да, хотел с одного раза пробежать, но как не срослось у меня. Ладно, посмотрим. Сколько там? Два пса осталось. Не удивлюсь, если сейчас опять выпадет шкура. Когда вот они нужны, никогда не выпадают. Сколько тут собак? Раз, два, три, четыре. Вполне возможно, выпадет. Так, пусто. Нет, не выпало. Ну и да ладно. Надо посмотреть. Тут должны быть еще собачки. Одно он вдалеке, но это не страшно. Так, тут никого нету. Вроде спокойно. Теперь нужно калаш поставить, так как здесь, кроме собак, можно и медведя встретить. В легкую. От медведя просто так можно не отделаться. А если будет бурый медведь, это не проблема. А вот если рыжий сюда зайдет, это уже опасно. Да вроде спокойно. Коробка все стреляет. Да, мы со сталкерами сегодня стояли. Ну, понимаете, нашли вот на водонапорной башне, там коробка какая-то стоит. Че за коробка? Как она там оказалась? Не знаю. Но вот многим сталкерам интересно, что там такое случается. Вон она там стоит. Ее отсюда не видно. А если забраться, к примеру, вот сюда вот. Вон она, коробка. Все думают, че там за коробка? Ну, понятное дело, залезть туда нельзя. Совсем интересно. Ладно. Открывай хранилище. Да, мне нужно по квесту взять. Сейчас мы посмотрим. А, так, так, так. Где тут этот квест? Шкурный интерес. А, я все собрал. Нам нужна дикая охота стадия 2. Волосы. Волосы леших 30 штук. Почему-то я думал, что это не для этого квеста. Ну, вот так получилось, что я их не взял. 29 из 30. Вот, кстати, надо еще леших настрелять. Угу. Понятно, понятно. Это все продается у меня. Я вот выложил на продажу. У меня есть один. СВДшку выложил. Хочу вал или винтарь купить. Ну, пока вот. Кстати, спасибо сталкеру. Улыбнись. Вот он мне прислал для квестов. И вот оружие купил. Так, ладно. А шкуру мы берем с собой. Волосы мы берем с собой. И краны, и все остальные байду мы тоже берем с собой. Единственное, что мы глок оставляем здесь. У меня теперь вот 18-17 есть. А, перекусим. И, конечно же, нужно зайти к гурману. Дневная тусовка сталкера на гурмане. Так, а есть дело? Пока ничего. Так, стопэ, стопэ. Я же тебе принес все необходимое. Тушеное кабанье ухо. Паучьи лапки. 6 из 6. Ну. Принес отборные лапки на гарнир. Отлично. Закончили этот квест. А давайте смотрим. Может быть, еще что-то? Есть еще какое дело? Что у нас на обед сегодня? Мозг, жир, специи, соль. Не проблема. Отлично. Жареные мозги, студни. Я взял квест. Мозг, студни, жир, бляка. Набор специй. О, я знаю, где мы бляка постреляем. Ага. Набор специй. И вот соль. А вот это будет проблема. Мозг и жир не проблема. А вот специи, соль. Эх, придется по хламу лазить. Или все это прикупить. Но это будет, наверное, уже в следующий раз. Нам нужно один волос лешего. Ну, волос лешего не проблема, конечно же. А мы вернемся сейчас туда, где собак стреляли. А потом уже рванем к ученым. Думаю, до темна я успею дойти. Ну, шанс такой небольшой есть. Да, волос лешего у меня одного не хватает. А шкур собак я собрал. То есть сейчас цель убить лешего добыть волос. Может быть, не с первого раза, но леших там полно. А после к ученым сдать квест. И потом уже на остров бандитов сдать еще один квест. Я так думаю, я немножко прокачаюсь. 8-8-8 пока у меня. Так, ладно, двигаем. Главное, не умирать, сталкер. Эх, блин, собаки опять новые появились. Вроде всех зачистил. Но они плодятся быстро очень. Да, я знаю. Свободные руки. А у меня один ствол на груди висел. Так, сейчас мы быстренько подлечимся. Отлично. Все, двигаем дальше. Время 9 часов вечера, но, как видите, ночь звездная сегодня будет. Прямо сама зона мне дает света побольше, чтобы я прошел эти квесты последние, оставшиеся на сегодня. Спасибо тебе, зона, за это. Действительно, так обычно погода в это время уже портится. Сейчас, смотрите, как. Супер. Мне много времени не нужно, я постараюсь быстро все это сделать. Так. Ну что, лешие? Там их целая куча. А, это домовой. Стоп. Ну, а у домовых же тоже эти волосы, да? Так. Волос... Нет, подождите. Информация. Это волос леш. У домовых другие волоси, кажется. Блин. Что-то я немножко перепутал. Мутантскую фауну, да? А давайте обычным домового посмотрим. Да, я знаю. Свободные руки. Как бы меня не сожрали, пока я тут обыскиваю. У меня там впритык прям потерять неохота. Так, а где лешие ближайшие обитают? Даже не знаю. А, нет, это как раз те. Бежим, бежим, быстрее, быстрее, сталкер. Фух. Жив. Да. Почему-то я думал, что нужно было именно зеленых, но домовые лешие, в принципе. Один вид мутантов. Немножко различается. Блин, собак там впереди. Мне бы дойти. Давай, сталкер. Чуть-чуть еще осталось. Так, двух убил. Мне до вертолета дойти. Взять точку сохранения и там уже хоть трава не растит. Давай, сталкер, быстрее, быстрее. Хотя, что быстрее за тобой никто не гонится. Ну, тогда на всех парах погнали дальше. теперь к ученым. Да, к ученым теперь не поднимешься там. Печалька. Придется обходить. Да, раньше к ученым можно было подняться по горе, там вот по дорожке. Сейчас я вот пробовал, не получается. Ну, мы будем мимо там проходить. Попробуем еще раз. Почему бы нет. Так, волос лешего. Да, надо донести. До места и не умереть. Ух ты. Ух ты. Крыса. Бежим. Бежать я пока не могу, но и крыса меня сильно быстро не догонит. У меня еда кончилась еще к тому же. А давайте сырое мясо съедим. Почему бы и нет. У меня же есть лекарства. Ну, вот и все. Подлечились. Так, что нас ждет? Нас ждет вот этот подъем. Ну, блин, не получается с него залезть. Слишком он уж высокий. Вот спускаться теперь с гор великолепно можно. Подняться не всегда получается. Плюс тут еще аномалии. Раньше аномалии так себе. Они страшные. Если можно было. Сейчас, если в аномалию попадешь, не факт. А умирать нельзя. Ну что, рискнем? Давайте попробуем еще раз. Теперь надо только вот так шагать. Немножко не хватает. Ну-ка давай, может быть, получится в этот раз? Ах, не хватает запаса сил и а вот здесь я затормозил. Ух ты, может быть, и срастется что-то в этот раз. Пока мы тут стоим, надо перезарядиться. Да, все предыдущие разы я скатывался вниз и не получалось залезть. Но вот здесь прям получилось затормозить. Ну давай, сталкер, шажочек, еще один, еще шажочек. Есть! Фух, первый раз получилось. Все, теперь я знаю, как. Тут надо залазить. Тогда вообще не проблема. Так, стоп, сталкер, аккуратно. Теперь надо дойти к ученым. блин, блин, ах, ты е-мое, ну зачем, зачем? Потерял волосы лешего на пачке медицинских бинтов и мяса. Ты е-мое. но нет, мы так просто не сдаемся. Теперь я знаю, как залезть на эту гору. Посмотрим. да е-мое, весь магазин разрядил и в итоге не убил собачку. Так, надо успокоиться. Немножко, немножко, буквально осталось чуть-чуть дойти. потерял. Попробуем залезть и достать волосы лешего. Если я не в центре аномалии умер, то шанс есть. Небольшой, правда, но есть, есть. Так, ну что, а значит, забегаем и попробуем встать день на уступ, чтобы не скатиться. А, примерно хотя бы так. Во, стоим. Так, отлично. Стоим, ждем. Ну и пока мы стоим, можно магазины зарядить. И сейчас один большой рывок и, да, должны залезть. По крайней мере, я в себя верю. Верю. Так, ну что, погнали, сталкер. Быстро, быстро, быстро. А здесь поднимаемся. Фух, есть, залезли. Великолепно. Теперь главное в аномалию не влететь. Ну и достать волосы лешего. Так, где-то здесь я умер, да? Так, нет, около дороги. Да, около дороги. Так, стоп. Или дальше немножко. Стоп, где я умер-то? А, вон, все вижу. Эх, аномалия прям прям в центре. С какой бы стороны зайти. эй-эй. Ну что, попробуем понемножку, понемножку. Блин, я тут скатываюсь. Ё-моё. Да, это не я, это персонаж скатывается. есть. Хух, получилось подобрать. Великолепно. Ну, все, пойдем не спеша теперь. Да, теперь для меня электры самые страшные аномалии. Но пока защиту не ведут на все костюмы. Вечно я в них попадаю. так, мы правильно идем? Мы вообще идем не тем путем, блин. Нам же кучу нам надо. Ну, значит, вот тут надо идти. Ну, да. Ну, и, конечно же, мы включим детектор. А вдруг экранчик будет. да, вот и экран. Эх, альфа, мне бета нужен по квесту. Сейчас бы еще один квест прошли бы. А может быть, сейчас я найду, почему бы и нет. амбета не такой уж прямо и редкий артефакт, тем более экран. вот экран бета. Блин, я сейчас еще один квест выполнил. Просто замечательно. так, полшажочка вперед, еще, еще. Великолепно. Так, это не тот артефакт. Все, я собрал необходимое количество артефактов. И придется заглянуть к зайцу. Ну, а где же тут мишка ходит? Нету. 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 Михаил Потаповича. Вижу, вижу медведя. Отлично. Сейчас если еще голова выпадет или шкура, пригодится. голова. Все, рванули к ученым. Да, погода просто великолепная. Повезло мне с ней. Хоть вроде и темно, да, время уже 11 часов вечера, но погода меня балует. А вот я уже на базе ученых. Супер. Так, Буч, тебе когти. Держи. Забирай. Так, ярлёк я еще пока не пострелял, поэтому только вторая стадия. Вторая стадия закончена, я готов к третьей стадии. Всегда. Так, и да, когда ты будешь на Тунгусске, тебе может встретиться человек, который называет полковником. Не слушай его и не верь ему. Он жалкий трос. Лучше вообще не приближайся к его лжи. Понятно. закончить диалог. Давайте посмотрим третья стадия. Что там нужно? Панцирные верлиоки и студни. 20 студней убития. Но студни можно убивать не только на Тунгусске. А тут недалеко тоже студни есть. Рядом с деревней Белых. Ну там, конечно, они в маленьких количествах. Но я думаю, их тоже можно убивать. Плюс панцирные верлиоки у меня лапки есть. Отлично. Мы взяли дикую охоту стадии 3. А мне давайте-ка мы убьем сходим одного мутанта. Итак, все прекрасно представляют где я нахожусь и кого хочу убить. Пойдем. жир кажется нужен бляка, да? Ну, где тут бляк у нас? Сначала паучков немножко, а вот и бляк. Ух, ё. да, я знаю, знаю, знаю. Свободные руки. Да, без проблем. Две гранаты мне дали. Круто. Так, а что-то не убилось, не убилось, жареные мозги студни. Жир бляка. Бляка без разницы какого было убивать, ну, почему-то в этот раз не сработал квест. Печально. Следующего бляка мы ждать не будем, конечно. Сейчас моя цель это отнести две шкуры, две шкуры отнести на остров бандитов и там уже получить новый ножик. Да. Поэтому выходим. а вот уже темнеет, хотя нет, еще нормально. Мне жверлек надо убить по дороге. 10 штук. да, конечно, можно еще к зайцу сбегать, артефакты и крана отнести, но я думаю сегодняшняя охотка получилась уж очень длинная. Вначале не особо, конечно, везло, не с собаками, постоянно меня убивали, что-то, но потом, потом все нормализовалось и удача повернулась ко мне лицом. Опа. А теперь осталось дойти до болот. До устроил бандитов дойти, в принципе, не сложно, но здесь много верлек очень, которых мне как раз и нужно убить. Есть. Разделать я их не буду, так как патроны мне сейчас не нужны такие. я себе уже насобирал. О, больше мне пока ничего не нужно, поэтому просто убиваем и просто проходим дальше. Верлек-то здесь полно. Блин, какая погода. Небо прям вообще замечательное. Если бы еще сделали не статичное, хотя тут небо отлично выглядит. Даже хоть оно и статично, но смотрится очень даже неплохо. И так сильно не нагружает. Так, ну что, вон верлеки есть, надо их убить сначала, а потом идти уже. да, да, нападут в воде, это опасно. Вроде все, больше нету тут, да? А, не, вон вдалеке вижу. но мы вот здесь побышем. Так, впереди аномалия, вижу, вижу, вижу. Опа, обходим. И вот мы на базе ученых, ох, ученых запутался совсем на базе бандитов. Давайте уже пройдем этот квест. О, Саня баклажка. Открывай хранилище. Где у меня тут шкуры? Вот они. Ну, и гранаты сюда же скинем, и когти скинем, и патроны скинем, и такие патроны мне не нужны. А вот пять шкур собаку очень даже неплохо будет. Так, шкурник, привет. Насчет шкур. Вот шкуры собак. Давай ножик мне, спасибо. 30 тысяч, немного репутации. Ну, как немного. 12 боевого, 15 поддержки. Так, все, у меня есть новый ножик. В рюкзак. А старый ножик я продам. Так, я не тот. А, нет, все правильно. Артефакты забыл ученым продать. Ну, да ладно. Давайте посмотрим. Репутация там никакая не упала. У меня наемники растет понемножку. Бандиты минус 800. Терпимо еще. Сталкер минус 600. Тоже терпимо. Да, ну и тут нормалек. Ладно, на этом все. Единственное, что открывай хранилище лапы панцирных верлек. Да, кстати, лапы панцирных верлек. Может быть отнести их. давайте так и сделаем. У меня то они есть тут. И пока удача на моей стороне. По дороге надо убить. Сколько нам там? Восемь обычных верлек надо убить. И дойти до базы ученых. Блин, а может быть так сейчас и все получится? В любом случае панцирные верлек я с собой взял, поэтому надо идти. Ладно, верлек тут достаточно. Вон, вижу, бежит. Успею? Я до острова дойти? Нет. Должен. Успел. Но где-то не вижу тебя. вон она. Так, еще семь штук убить. Вон они там толпы стоят. Сейчас мы их... ух, ёд, тут как бы не умереть мне. Умер. да. И потерял лапы панцир на верлеке. Но это не проблема. Я сейчас вернусь и заберу их. не Tech не зацел не зацел и доцел лапы, но это Так, где меня тут убило-то? А, вот они. Так, все, собрал назад. Ну а где те верлёки, которые меня убили? Идите сюда, к папочке. Или я косить стал, или почему-то по верлёкам попадаю, а они не убиваются. Ох, ё. Так, семь из десяти убил. Ну, осталось ещё три штуки. Так, ещё две осталось. Ох, ё-моё, сейчас как бы мне не умереть. Пистолет быстрее, сталкер. Ах, не успел. Немного-немного. Так, экран потерял, голова дикой собаки, спички. Ну, нужные-нужные панцирные лапы, верлёк. Я не потерял. Патроны кончились. Реально кончились патроны везде. Не успел я достать пистолет. Ну как, успел, даже выстрелить успел. Но меня всё-таки убила верлёка. Мне осталось последний убить. Один раз выстрелил. Так, ну, одна верлёка, это не проблема. Сейчас убьём. А он, кстати. Подождём её здесь. Всё. Убил необходимое количество. И можно возвращаться теперь к учёным. По дороге подберём, что я потерял. Я там, кстати, потерял артефакт. Экран альфа, конечно, но... Вот он. Но это артефакт. И его нужно вернуть. Ох ты, а у меня оружие вообще не заряжено. Бегу такой по аномальной зоне. Пофигу. Да, опасно, конечно, так бегать без снаряженных магазинов. Вот здесь залезть не получится. Сколько раз тоже пробовал. Придётся идти туда. Там более-менее нормально. Так, что у нас тут? Да, все магазины, как видите, пустые. Прям по нулям. Попробуем вот здесь запрыгнуть. Ну как запрыгнуть? Зайти. Раз, шажочек. А, нет, не прокатилось здесь шажочками. Не везде это бывает. Помогает. Да, всё-таки придётся идти дальше. Да что такое, даже здесь подняться не могу. Да, надо с разбегу. О, разбежался, поднялся. Отлично. Отлично. Забыл включить опять звук, звук шагов, ну звук окружения, так как когда подходишь к кладовщику на болотах, там играет музыка, которая нежелательна в этих видео, поэтому приходится звук выключать. Но не всегда забываешь, всегда вернее, забываешь его включить обратно. Поэтому вроде бегаешь, бегаешь, потом чувствуешь, что-то не хватает. Нету звука окружения, то есть нету звука выстрелов, нету прыжков, там звука шагов. Так, я почти уже дошёл до базы, осталось чуть-чуть. Всё, я дошёл. И это будут, наверное, финальные последние квесты, которые я выполню в сегодняшней ходке. Так, Теклбери. Третья стадия идёт. Отдал я лапу панцирный верлёк. Так, и конечно же... А, 9 из 10. Я не убил ещё одну верлёку. Ё-моё, я думаю, что-то квест не срабатывает. Но возвращаться уже сегодня не буду, так как возвращаться нельзя. Это я в следующий раз уже пройду. На этом всё, сталкеры. Всем до встречи, всем пока. Это был сталкер онлайн на сервере раннего доступа и новый персонаж. Увидимся ещё.